На северо-востоке Австралии есть самый настоящий тропический рай – штат Квинсленд. Солнце, коралловое море и роскошные пляжи. Казалось бы, отдыхай, загорай и плавай, сколько влезет. Однако с XIX века эти места пугали людей чередой загадочных и практически мгновенных смертей в воде, которым не было объяснения. Австралийские аборигены племени Ирукаджи уверяли, что причиной смерти является демон. Именно он причиняет людям сильную боль. Действительно, пострадавшие, которым удалось выжить, говорили, что, находясь в воде, ощущали резкую боль. Учащался пульс и перехватывало дыхание. Такое состояние приводило к тому, что человек не мог самостоятельно выбраться из воды. А те, кто выживал, потом несколько дней мучились болезненными судорогами и рвотой. Также медики находили на телах пострадавших следы ожогов. Ученые не могли понять, что происходило в морских водах. Ни одно животное существо, обитавшее в этой местности, не имело такого сильного яда. Убийца, которого прозвали морской осой, так и не был найден. А люди все продолжали погибать. Только в 1955 году смогли обнаружить причину гибели многих людей. И помог трагический случай. Маленький мальчик играл на мелководье, когда внезапно упал замертво. Биолог Хьюго Флекер, находившийся рядом с местом трагедии, был до глубины души поражен произошедшим и решил срочно принять меры. Место трагедии оцепили и детально изучили абсолютно все организмы, находившиеся в воде. Осматривая содержимое сетей, Хьюго обнаружил креветок, водоросли, мелких рыбешек и несколько неопасных для человека медуз. Биолог уже отчаялся найти что-то, что поможет открыть тайну происшествия. Как вдруг обнаружил новый вид медузы. Она была совсем маленькая и практически прозрачная. Тогда биолог понял, что перед ним причина всех несчастий – кубомедуза. Их принято называть медуза-коробочка, потому что выглядят они как кубик, а по углам у них свисают пучки щупалец. Эта медуза отличается от своих сородичей необычной прозрачностью. Когда она находится в воде, то становится практически незаметной. Хиронекс – с греческого «рука смерти». Именно такое название получил этот вид медузы. Это миниатюрное создание имеет четыре длинных тонких щупальца, которые сплошь покрыты стрекательными клетками, не мотоцидами. Содержащая самый сильный яд на планете Земля. Одна медуза среднего размера может лишить жизни 60 человек в течение трех минут. Даже легкое прикосновение может привести к летальному исходу. Яд медузы в сто раз токсичнее, чем у кобры. Почему щупальца этого смертельно опасного животного в большинстве случаев не оставляет на теле никаких следов? На этот вопрос тоже ответили исследования биологов. Щупальца хиронекса в спокойном состоянии коротенькие – около 15 сантиметров в длину. Однако, если медуза голодна и вышла на охоту, они вытягиваются на расстояние более трех метров. Если купальщик сталкивался со щупальцами охотящейся медузы, на теле оставались те самые длинные красные следы. А если пловец дотрагивался до медузы в спокойном состоянии, то на теле оставалось крохотное пятнышко, меньше комариного укуса. Однако этого пятнышка было вполне достаточно, чтобы убить человека. Во время исследований ученые смогли выяснить, что медуза прекрасно различает цвета и даже реагирует на них. Особенно сильно она реагировала на красный. Медуза старалась держаться от него подальше. Тогда ученые решили оградить пляжи ярко-красными сетями, и количество несчастных случаев уменьшилось. Позже стало известно, что эти существа могут различать живой предмет впереди или нет. Специальные рецепторы оповещают медузу о том, к чему она прикасается. То есть, если медуза приближается к живому организму, то рецепторы оповещают о контакте с потенциальной добычей. А вот на неживые предметы рецепторы не срабатывают. Эту особенность сразу же взяли на вооружение местные жители, ведь при прикосновении к нейлоновой ткани медуза реагировала на человека как на неживой объект. Именно поэтому спасатели, серфингисты и простые купальщики всегда берут с собой пару нейлоновых колготок. Одни они надевают на ноги, а вторые натягивают на руки и голову, предварительно сделав отверстие для головы. К счастью, эти медузы широко не распространены. Однако в зоне риска из-за нашествия медуз с ноября по апрель находятся пляжи Северной Австралии, Новой Гвинеи и Филиппинских островов. По оценкам, в Австралии медузы являются причиной как минимум одной смерти в год и десятков выживших пострадавших. А пока на этом все. Будьте внимательны и осторожны. И подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока!